Снова всем привет! С вами по-прежнему Лакмус, я продолжаю играть в Neverwinter Knights. И мы идем в сторону Зеленого Грифона и Лускана по Северной дороге. Блин, мы их не брать. Забудь шутку. Сохранимся. Новая большая локация. Здесь мы видим тот самый Зеленый Грифон. Это таверна. Сюда можно зайти. Сама таверна. Тут, я так понимаю, сарай. Вряд ли там есть что-то ценное. Так, подозрительный сундучок. Возможно, с ловушкой. Давайте-ка не будем рисковать. О'Тано! Фальди Гяма! О'Тано! О'Тано! Тоже заперты. отлично да блин здесь в округе больше вроде бы ничего нет поэтому наведаемся в саму таверну здесь неплохая движуха нас интересуют именные персонажи прежде всего гэм какой-то горкан классно давайте поговорим вот с этой девахой как тебя зовут а вы так любезно меня зовут джахиль какое же имя носит такое милое существо как вы меня зовут лакмус подходящее имя для такой очаровательной персоны жаль что у меня сейчас нет настроения для более приятного диалога так но не будем сразу выкладывать все карты на стол спросим насчет работы но вы же храбрый и сильный искатель приключений разве нет если вы ищете работу может вы поможете мне это так ужасно мне нужно было привести моего маленького брата в город чтобы купить ему подарок на десятый день рождения он был так рад что все время бежал впереди меня он забежал за холм на холм а потом вдруг закричал я со всех ног побежала на вершину холма но когда подбежала поближе услышала мужские голоса я упала на землю и выглянула из-за вершины холма на его окружила банда разбойников они схватили его и со смехом куда-то потащили я просто не знаю кому мне обратиться стражники заняты своими собственными проблемами а мне нужен тот кто быстро спасет его куда они его забрали мне удалось потихоньку проследить за ними до каких-то вертикальных камней на холмах совсем рядом с чарводом мне очень повезло что они меня не поймали насчет награды у меня есть 300 золотых в общем то не густо так почему ты думаешь что бандиты взяли его в плен наверное это потому что у него в кошельке были деньги на день рождения у него было 10 золотых которые он мог потратить это довольно много так что бандиты видимо поняли что он из богатого дома и похитили его ну конечно я помогу мой герой огромное спасибо вам за вашу храбрость так 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 нужно сказать что если вам удастся спасти моего маленького брата мы обсудим с вами и другие награды помимо золота ну-ка 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 может быть и обсудим я знаю что он его держит в бандитском лагере украл так это я уже слышал пожалуйста поспешите насчет аванса 100 золотых хорошо давайте поговорим вот с этим хайзи интерьера видимо для такой маленького трактира тут многовато народа да здесь ведь много путешественников и много тех кто хочет попасть в Лускон а у меня в конце концов отличный трактир но видимо есть и другие причины нету никаких других причин просто люди проходят мимо хотят в Лускон попасть все такое а постоянные клиенты вроде бы говорили что тут что-то происходит если хотите что-то сказать говорите я предпочитаю держаться подальше от неприятностей то есть вот темни там да ну ладно так же здесь вот персонаж есть Замитра если мы откроем наши квесты то увидим квест так так вот драгоценные камни змея некто элейт кролл нобер кролл нобер попросил нас отыскать драгоценные камни и один из камней вот как раз у этой Замитры здесь есть два пути мы можем нарваться здесь на неприятности сагрить всех ее охранников и сразиться с ней здесь и такой путь единственный для персонажа женского пола но поскольку наш персонаж мужчина мы можем заманить ее наверх и поговорить в более интимной обстановке привет лапочка тяжелый день да орков убиваю а как насчет тяжелой ночи а ты имеешь ввиду еще больше орков это было бы чудесно в твоей комнате или в моей ну то есть будем судя по ее стилю общения ей должно понравиться вот тогда поднимайся в мою комнату и потрать там на меня несколько своей изобретательности и вот мы можем за ней пройти она пошла без охраны видим большая ошибка с ее стороны направляется в комнату уже без оружия и обратите внимание сейчас разденется ничего интересного мы конечно не увидим хоп сняла одежду теперь мы одни так что не теряйся просто выполняй мои приказы и утром будешь счастливым мужчиной а я думаю нет я здесь чтобы забрать драгоценный камень что это был просто трюк чтобы я осталась без охраны поверить не могу что я нахожусь во власти мужчины но мы можем ее отпустить с миром или убить камень лежит вот в этом сундуке насколько я помню убивать я ее не хочу пусть идет с ней мы вряд ли еще раз встретимся камень вот он это скорее все квестовый предмет возьмем его сюда но здесь есть и другие комнаты я думаю что можно их обшарить раз уж мы заглянули давайте наверно чтобы не тратить время сразу сделаем главное в одной из комнат здесь живет сбежавший преступник по одному из квестов вот охотник за головами глава гильдии наемников и мэр попросил нас отыскать сбежавших преступников и вот один из преступников за этой дверью довольно сильный надо сказать персонаж я думаю стоит дополнительно бафнуть нашего паучка потому что сносит он на раз сохранимся тут еще и заперто вот он зор нереальная сложность бафы сильные предельно территориальные существа минотавры часто обитают в огромных подземных лабиринтах где их прекрасная память дает им преимущество перед заблудшей и напуганной добычей давайте попробуем наложить дебаф удержание на него вряд ли поддействует но спашбарсок он все таки выполнил сволочь такая мы видим что дамажит он сейчас меньше потому что я загадил бафнула паучка если бы я пришел без бафа то нам пришлось бы здесь не сладко я думаю паучок справится или нет давайте-ка долбанем да что то я зря понадеялся на паучка очень зря стрельнем из жезла чтоб не убить его ненароком вот сволочь интересно поддействует ли на него вот это удержание или еще разок стрельнуть да отлично кстати говоря паучка мы больше не можем призвать поговорим с ним твой сильный враг моя впечатленная я называю имя зор моя рассказать тебе история короче говоря смысл в том что он сидел в тюрьме за то что отказался выступать в договорных матчах видимо на какой-то арене и сбежал вместе с остальными вот из разыскиваемых преступников они разделились у них были указала свою роль в общем то здесь он прячется и предлагается нам выбор мы можем его убить просто или договориться с ним вот я отпущу тебя если ты поможешь мне найти остальных сразу убить и просто отпустить но поскольку наш персонаж к рыцарям без страха и упреха не относится у меня выбор только между сделкой и убийством давайте попробуем заключить сделку но потом я все равно планирую его завалить я знаю где есть стирж потому что стирж много хвастать моя не любить стирж так что моя сказать где он прятать он пошел в чар вот это не очень ценная информация в драке так ну он что то как то если твоя убить меня получи большую награду и хотите ты получить награду а вот так вот он решил все таки чтобы награда досталась не кому то а именно мне ни хрена себе получил награду называется да без помощи К конечно тяжело с двух ударов он меня уложил ну что ж пробуем еще раз на этот раз я не буду заключать никакой сделки а завалю его сразу но не действует на него наша вспышка еще раз попробую еще раз попробую все равно не действует все равно не действует так отлично не буду я с ним разговаривать сразу завалим готов так с него нам нужно взять ухо магический посох защиты призрачный лик доспехи мага неплохо неплохо я думаю что это нам пригодится кстати говоря у меня такой уже есть тогда на продажу два посоха нам не нужно сохраняемся посмотрим что здесь еще есть в остальных комнатах стандартные сундуки должны быть врагов вроде бы больше нет мне вот только интересно если бы я попытался его просто отпустить напал он или нет возможно он бы просто ушел но это не наш путь хотя он в общем то ни в чем и не виноват по жизни там о перст смерти цель должна провести спасбросок на стойкость в противном случае она гибнет это отличный свиток обязательно его нужно взять и где нибудь на крутых врагах использовать конечно эффективнее всего его использовать через сейф лод но мы конечно этим заниматься не будем таким чиперским таким чиперским так здесь у нас что-то как-то дырочка так 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 идем обратно на первый этаж это выход скорее всего давайте разузнаем насколько я помню здесь можно взять дополнительные квесты пройти неплохое испытание приятная встреча так добрый день сэр судя по вашему виду вы как и я приехали сюда на состязание надеюсь вы понимаете что в этом состязании ваша впечатляющая внешность никакого значения не имеет конечно я все знаю состязания вполне правдоподобно но когда до меня дошли слухи о тайном состязании мутамина в подземелье и о большом вознаграждении я сразу понял что мой фантастический интеллект обеспечит мне победу вам уже приходилось побеждать я подозреваю что очень скоро это произойдет я разрабатываю блестящую стратегию которая поможет мне пройти через все ловушки и препятствия а с вами я делиться не буду понятно но мы узнали информацию что здесь проводится испытание давайте поговорим с этим мутамином вот эти вот персонажи горкан грем этот и вот косма тоже претенденты на это испытание с ними говорить я пока что не буду так так вот о состязании значит кто то уже растрепал проклятые идиоты если об этом состязании узнает стража то меня живо арестуют я конечно хотел бы принять участие он дал нам ключ от подвала и нужно будет заплатить 500 золотых за как бы в качестве вступительного взноса небольшая плата тем более что найти там можно неплохо разных ништяков ну и награда тоже будет довольно ценная но прежде всего я думаю стоит отдохнуть у нас на исходе заклинания состязание там я бы вернее сказал испытание довольно серьезное то есть здесь в подвале куча пауков и нежити довольно сильный и в общем то нас там могут и поиметь бафнемся и поиметь могут очень даже легко наверняка и поимеют не раз именно вот здесь нам пригодятся вот эти все противоядия и мешки целителей потому что травят там паучки не слабо сохранимся так мы можем заплатить ему 500 золотых но обратной дороги как бы не будет но план или пропал как говорится сейчас должны подойти другие претенденты насколько я знаю что то их не видать ну и хрен с ними вот 500 золотых сохраняемся так на входе тихо аккуратненько продвигаемся а вот они паучки скачущий паук атеркап и паук мечевик скачущий паук характерен тем что может телепортироваться хотя и оказывается он как пассивный но в толпе они могут причинить неприятности здесь у нас выбор пойти направо или налево будут разные враги разные награды я думаю что стоит пойти сначала направо или налево сначала налево нет сначала направо сагрим но оставлять нашего плачка без присмотра не стоит потому как травят они еще один атеркап еще один атеркап еще один атеркап ну да вот кстати говорят о чем я говорил Отравили меня. Да, очень быстро наваляли мне. И вероятнее всего не в последний раз. Надо бы бафнуться. Пожалуй. Вот так сделаем. Будем true магом с посохом. Оттеркапы приложим сразу. Но он не сдох. Нашего паучка уже траванули. Поэтому давайте используем зелье. Еще один бежит. Уже приложим. Прячемся, прячемся, прячемся. Сволочь такая. Свирепый паук. Средняя сложность. То есть... Жесть. Так, стоп. Переагрился. И опять наша почка отравили. В толпу я не полезу, конечно. Толпу листь не стоит. Еще разок. Отлично. Лечим паучка. Призрачный паук. Да, добавить тоже не слабо. Это мы бежим. Так, ну вроде как мы первую волну одолели. С оттеркапов падает вот такая вот шелковая железа. Несколько штук, я думаю, можно собрать. Вроде бы они для чего-то нужны. В комнатах здесь также встречаются ловушки. Довольно часто. Это на продажу. Так, давайте обойдем вот так вот. Хотя... Даже не знаю. Пойдем вот сюда. Плохо помню я точное расположение здешних... Вот, кстати, ловушка здешних подземельей. Чтобы нам ничего не пропустить. Хочется мне правильную дорогу выбрать. Так, ну не стой, не стой. Травомог, кстати говоря. Нашего паучка. И бежит подмога ему. Паук-мечевик. Паук-мечевик. Хрустальный череп Прозрачный и почти невесомый Этот ограненный хрустальный череп Вероятно является наградой Победителю состязания Но наградой он не является Но мы пока возьмем Я так вспоминаю смутно Что несколько таких вот Хрустальных предметов нам попадется И один из них будет Ключом к выходу Какой я вот к сожалению не помню Сразу приложим отеркапа Но за нами они бежать не хотят Слово чем Блин Паучка Здесь вроде бы мы зачистили Сундучок Возможно с ловушкой Давайте не будем рисковать Еще одну железу возьмем Я думаю Три хватит нам Сохраняемся И идем дальше И идем дальше Так и здесь у нас как видим два пути Один через коридор с ловушками Она здесь явно не одна А другой через вот этих милых собачек Очень трудных Кстати говоря У них вот Понижен иммунитет к холоду Но ударов у меня особо нет Я могу их приложить только с арбалета Давайте оставим пока нашего паучка в сторонке Огненная стрела Да Да Они вот плюются огнем Мы видим Через решетку можно пострелять Дело в том Что Дамаг слабый Но Это безопасно Не знаю Может быть это читерство такое Они кстати говоря Ломают решетку Есть и другой способ Сохранимся У меня есть молния Но молния дамажит также и по решетке И у меня она всего одна Так Последний снаряд Смертельное ранение Вторая собачка Вообще целое там должно быть Огненных шаров тоже нет Вообще по сути больше дамажить нечем Единственное есть только Жезл Кстати говоря Жезл мороза есть Нет Блин 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 Так Сломали Решетку Я думаю Паучок ее добьет Потом придется отдыхать Скорее всего Еще одна выбежала Собачка Давайте посмотрим Чем мы ее можем приложить Столько ракетами Вот этим Еще разок Так Нет Стоять Нет Я говорю Блин Придурок По пауку ударил Кстати она говоря Дамажит неплохо На шампучку Возможно скоро придет кирдык Блин Подлечить бы ее Его вернее Но соваться не хочу Давайте долбанем Чем-нибудь еще Чем у нас есть Снаряды есть Еще Все Наконец-то Сохраняемся Срочно бежим отдыхать Я надеюсь Что здесь нам дадут отдохнуть Кстати говоря Скоро у нас будет уже Повышение уровня Это конечно радует Напяним снова посох Сразу применим И призовем нашего паучка Стандартный баф Стандартный баф Так Здесь дело в том Что вот за этими ловушками Спрятан сундучок Мы можем взять его с той стороны Может быть там попроще Кстати говоря Свиточек неплохой Ожерелье нафиг Так Так Здесь у нас Стоит Юан Ти Чуть позже Мы с ней поговорим Она Вроде бы Загадывает Какие-то загадки Да Кстати Мы вот Прям возле ловушки Стоим Сюда Человек-то крепкий Давайте Ошерашим его Вот так вот Отлично Так У нас осталось Немного времени Я думаю Что мы закончим С этой Юан Ти Сейчас И завершим Эпизод Она Храняет сундук И проход Дальше В подземелье Просто так Пройти мимо нее Нельзя Меня просили Существу Человек Загадать тебе Загадку Ответишь правильно И пройдешь без вреда Если ты Попытаешься Пройти Не отвечая Или Если ты Ответишь Неправильно То я С удовольствием Убью тебя Что ты Скажешь Мы можем Сразу На нее Напасть И Как бы Сразиться Или попытаться Отгадать ее Загадки Но дело в том Что за Отгадку этих Загадок Дает Опыт Я Честно говоря Загадок Не помню И очень Некстати У меня Прошло Действие Призрачного Лика Вот Загадок Я Не помню Но попробую Что нибудь Угадать Так На Перу Где Собрались Рыцари Люди Каждый Рыцарь Чокнулся Бокалами С рыцарем Справа И Рыцарем Слева От себя На Перу Было 15 Рыцарей Сколько Раз Раздался Звон Бокалов Ну Логично Если Каждый По два Раз Зато Тридцать Раз Но при условии Что рыцари Сидели В кругу Давайте Выберем 30 Ой Ой Неправильно Тебя Угрозился Считать Каждого Рыцаря По два Раза С одной Стороны Рыцари Уже Чокнулись А Вон Оно Как То есть Здесь Такой Рандом Да Она Изменила Условия Ну Пока Она Не Набафалась Кстати Говоря Давайте Посмотрим Очень Трудный Я Пожалуй Пытаюсь Ее Таким Образом Приложить Не Получилось Еще Разок Опять Не Получилось Да Что ж Такое Тогда Подожгем Просто Так Не Подходи Ко Мне Осталось Чуть Чуть Не Так Уж Она И Сильно Отойди Паучок Крустальная Лягушка И Сундучок Там Проход Вниз А мы Туда Не Пойдем Вот На сегодня Пожалуй Там Все В следующем Эпизоде Мы Пройдем Еще По Этой Стороне Здесь Тоже Убиваем Всех Спасибо Спасибо Всем За Внимание Всем Пока